здравствуйте дорогие друзья с вами разжевалова наталья сегодня у нас мастер-класс посвящен бразильской вышивки сегодня мы сделаем вот такую пышную розу особенность ее в том что у нее много нижних лепестков посмотрим как сделать вот такие бутоны и новый вид цветочков которые очень простые но смотрится так очень воздушно и нежно с использованием петли в прикреп итак начинаем итак для работы я взяла ткань габардин он у меня такого немножко молочного цвета вот по сравнению с белым цветом вы можете взять другую ткань и другого цвета ли он например размер пялец у меня 15 сантиметров и я нарисовала небольшой сегодня рисунок в центре у нас будет бразильская роза диаметр круга 28 миллиметров и здесь мы будем с вами использовать обычные приемы то есть в серединке у нас будет розочка рококо затем наборные стежки на одну иглу наборные стежки на две иглы давно не вышивали на бутончики с использованием этих стежков и сегодня новые цветочки самые простые но ни разу еще я их не вышивала на мастер-классах то есть здесь в качестве лепестков у нас будут стежки петля в прикреп обычно я так делаю листики сегодня такие у нас будут цветочки и так сегодня буду использовать для основных элементов нитки дмс для розы в серединке более темный цвет номер 604 следующий круг у нас будет номер 605 и наборные стежки на две иглы номер 818 листики я буду чередовать и также стебельки и вот эти маленькие листья два цвета пятьсот восемьдесят восемь девятьсот восемьдесят девять вы можете использовать другие ниточки мулине такие как гамма или кировские нитки можете использовать немножко другие оттенки для своей работы вся вышивка небольшая примерно семь с половиной на семь сантиметров начиная обычно с розы с центральной розы и нам понадобится сегодня две иголочки довольно длинные чтобы делать наборные стежки у меня длина иглы шесть с половиной сантиметра все нитки я буду использовать в 3 нити и так начинаю с самого темного цвета номер 604 и отделяю 3 ниточки и так вставляю 3 ниточки в иголку завязываю самый обычный узелок начинаем мы как обычно с розочки руку кукол и так выходим в серединке отмеченные зоны где у нас будет центр розочки и сначала я делаю 12 14 на вилл первые стежочки я делаю в виде петли ухожу вот в ту же точку и эту петельку я закрепляю небольшим стежочком и дальше мы делаем вокруг этой петли несколько стежков руку кукол мне удобнее сделать вот такой стежочек сначала чтобы как бы охватить эту петельку снизу и затем двигаясь по кругу мы заходим следующим стежком на предыдущий примерно на половину стежка и таким образом делаем остальные стежки вот эту центральную часть роза можно делать и побольше и поменьше я сделала ее вот такой довольно крупная сегодня у меня серединка эту ниточку закрепляем дальше я беру 2 по интенсивности цвет от номер 605 тоже 3 нитки сделаю по кругу наборные стежки на одну иглу и набирать буду по 16 петель и так сделал 16 петель заложу нитку за иглу протягиваю ниточки через петли и укладываем этот лепесточек около серединки все остальные лепестки буду делать таким же образом начинается буду примерно в середине предыдущего лепестка и и и и и и и и таким образом я сделал пять лепестков а вот шестой лепесток я завожу обычно вот сюда на серединку первого лепестка чтобы у нас крок замкнулся вот таким образом у нас получилось кругленькая розочка и все лепестки у нас выглядит одинаково то есть последний у нас зашел вот сюда под серединку первого лепестка у меня получилось 6 лепестков у вас может получиться их 5 или 7 например это зависит от того какой длины у вас лепесток и так эту ниточку я тоже закрепляю и внешние лепестки я буду делать самым светлым цветом это номер 818 и здесь уже будут у нас наборные стежки на две иглы и розочки я делаю в разных мастер-классах обычно разные часто мы делаем свою круговую розу когда со всех сторон одинаково у нас идут лепестки по кругу вот в этой розе у нас есть внешний круг из наборных стежков и по задней стороне розы и здесь есть еще дополнительные лепестки снизу то есть она немножко у нас под наклоном в данном случае я хочу сделать другую розочку то есть она будет больше отвернута от нас то есть у нас внешние лепестки будут доходить вот только до этой части мы сделаем сначала один круг а потом сделаем еще дополнительные лепестки вот здесь вот снизу то есть у нас розочка будет такая более объемная и начинать я буду вот из этой точки здесь лепестки у нас будут подлиннее можно делать например 20 петель вводим одну иглу и рядом с ней вводим еще одну иглу примерно в тех же точках стежок такой же длины и так я делаю наборные стежки на две иглы по 25 дальше одну иглу которая без нитки я вынимаю также завожу ниточку за иголку и укладываем лепесточек эти лепесточки уже у нас будут подлиннее следующий лепесток я начинаю тоже примерно в середине можно заходить чуть меньше или чуть больше на предыдущий лепесток тогда будут чуть чаще или пореже лепесточки то есть выберите свой вид расположение лепестков тоже довольно длинненький лепесточек и тоже две иглы и 25 здесь у меня будет три лепестка и вот этот третий лепесток можно делать как в том же направлении начинается отсюда сюда я чаще всего делаю его слева то есть это такой же стежок наборные только начинается он слева и идет вот сюда вниз все мы делаем так же только немножко по-другому укладываем лепесток в самом конце так же с правой стороны удобно вставлять иголочку и набираем тоже 20 петель также я ниточку завела за петли но укладываю лепесток я его как бы вот так вот разворачиваю и кладу с левой стороны и ухожу тоже в ту точку где у меня выходила нитка вот такой у нас получается первый ряд в каких-то случаях можно даже на этом остановиться если розочка небольшая я хочу сделать сегодня ручку чтобы у нее было вот здесь вот побольше лепесточков поэтому тоже примерно в той же точке чуть чуть ниже я начну следующий ряд и сделаю также 3 лепестка мне удобнее в том же направлении двигаться то есть начинаю я вот отсюда из-под первого лепестка можно здесь сделать 3 лепестка можно делать 4 лепестка уже посмотрите как у вас лучше они будут ложиться здесь можно делать например 22 петли если у вас 3 лепестка но более длинные либо делать тоже по 20 петель но большее количество лепестков и так делаем все то же самое в этом ряду я буду набирать 22 петли и так вот на этом можно остановиться то есть у нас снизу два ряда но я сделаю сегодня еще более пышную розу то есть я сделаю еще 3 вот такой светлый ряд и начну его еще чуть ниже и вот здесь тоже чуть ниже чем предыдущий и сделаю еще один ряд лепестков можно сделать тоже 3 лепестка по 23 или по 24 например петли мне удобнее начинать справа у меня сейчас нитка вот здесь вот закончилась в принципе это не такой большой переход то есть я всегда вот в одном направлении двигаюсь последний стежок делаю в обратном направлении здесь можно еще даже по длине и делать лепесточки так здесь я по 24 петли буду набирать тоже на 2 иглы и так еще более длинный лепесток подводим его вот так вот под предыдущие лепесточки и он у нас еще больше делают нашу розочку то есть у нас нижняя часть вот такая получается очень пышная и объемная и опять третий лепесток я делаю слева и опять чуть ниже чем те которые были в предыдущем ряду и здесь я делаю тоже двадцать четыре петли и так вот такая пышная роза получился у меня когда я сделал три вот таких ряда из лепестков наборных на две иглы как вы понимаете можно опять здесь остановиться можно сделать еще один ряд можно добавить например еще один вот здесь вот нижний лепесток давайте сделаем так то есть я сейчас не буду делать еще один ряд а сделаю вот здесь вот еще более пышный нижний лепесток и на этом я остановлюсь то есть вы можете сделать еще ряд еще более крупную и пышную роз и так я его делаю таким образом чтобы у меня он вот прям всю нижнюю часть закрыл и примерно симметрично он располагался внизу и здесь сделаю 25 петель слишком много уж тоже не надо когда очень длинный лепесток он уже плохо лежит то есть 25 петель и очень аккуратно укладываем этот лепесток распределяем вот эти петельки так чтобы они по всей длине лепестка шли равномерно такой вот получается длинный лепесток поправляем можно сделать вот здесь допустим еще один посмотрите уже сами допустим если получается немножко несимметрично я хочу вот сделать еще один лепесток потому что у меня справа получился лепестков как бы больше я его сделаю вот сюда вот в левую сторону тоже такой довольно крупненький лепесточек то есть у меня в последнем ряду можно сказать два крупных таких лепестка тоже сделаю 25 петель и опускаем этот лепесток влево вот так и вот здесь немножечко у меня чуть выше получилась роза поэтому я немножко смещаю вот эти вот листики я вот поэтому обычно начинаю с розы потому что если вышить листья сначала то вот такая ситуация может быть что розочка заняла немножечко другое положение итак вот такая у нас сегодня получается роза такую мороз с вами не вышивали ни разу то есть у нас сзади нет лепестков третьего вида с этой стороны более пышные вот это нижняя часть сегодня мы с вами сделаем еще листики а вот бутоны мы будем делать теми же ниточками поэтому вот эти нитки розовые вы далеко не убирайте то есть они нам еще пригодятся мы будем использовать два цвета либо два розовых либо второй и третий цвет тоже по вашему желанию в следующей части и так покажу на примере одного листика как мы вышиваем вот эти большие листья использовать будем шов рыбья кость здесь у меня два похожих цвета поэтому я хочу вот эти листики вышивать разными цветами чтобы они как-то играли вот этими оттенками но покажу вам один из них я возьму 989 цвет вы можете допустим сделать один цвет более темный здесь более светлый здесь тоже также или поменять по другому то есть близкие если цвета не будут не так сильно отличаться но все равно это будет заметно листики тоже вышиваю в три нитки здесь иголочку можно использовать ту же либо можно взять и покороче потому что здесь уже никакие навивы мы делать не будем и так вставила три нитки на конце обычный узелок но уже в нескольких мастер-классах я вам показывала что если мы сделаем вот здесь вот первый выход иголочки то у нас на конце получится вот этот узел он может просвечивать или выпячиваться поэтому я сначала делаю стежок вот здесь вот как бы в глубине листика и у меня там остается вот этот узелок потом он закрывается следующими стежками а вот на этот кончик я выхожу уже от первого стежка и делаю его строго по центральной прожилке примерно на одну третью часть листика и дальше мы делаем стежки таким образом слева и справа от центрального стежка немножко как бы пересекает предыдущий стежок то есть по центральной прожилке уходим чуть-чуть вправо дальше мы с правой стороны смещаемся где-то на миллиметр по рисунку но от центральной прожилки смещаемся чуть-чуть влево то есть тогда вот эти вот стежочки у нас немножко пересекаются в центре и продолжаем также постепенно смещаясь и по контуру и по центральной прожилке когда мы доходим до розы то лепесточки немножко приподнимаем и максимально близко к ней вышиваем и так вот такой листик у меня получился лепесточки опускаем сейчас я закончу еще остальные три листика и покажу вам что у меня получилось и так я вышила остальные листики они у меня разного цвета два нижних более темные два верхних чуть чуть посветлее почти не отличаются вот эти цвета настолько они близки и так сегодня мы на этом остановимся в следующей части мы вышлем все остальные элементы то есть покажу как делать стебельки покажу как делать бутоны один из вариантов новые цветочки с использованием лифт прикреп здесь я подумаю может быть будут у нас еще французские узелки маленькие листики то есть у нас еще очень много интересных моментов сегодня мы с вами вышили розу у которой такая пышная нижняя часть и вспомнили как делать листики с помощью чего рыбья кость и так те кто впервые на моем канале присоединяйтесь еще впереди много интересного и увидимся во второй части с вами была разжевалова наталья желаю вам больших успехов до свидания